Итак, всем привет! В эфире сегодня рубрика в гостях у Хелпа с Дарк Адмиралом сегодня мы. Всем привет! Да, и хотим посмотреть одного из лидеров топов Вахи, который по принципу с легкой руки Дарк Адмирала. Если есть Аняги, то все как всегда. Вот, но на этом турнире это Квестинг Кап, так я загружаю первый бой, Аняги за зеленокожих и Энди Пуп 9000, который был у нас на флэше, ну вот товарищ на нашем первом русском флэше по Вахе, вот, что я хотел-то про него рассказать-то, про Аняги-то. А, это Квестинг Кап номер 6, Ниндзи Кун проводится этот турнир, вот, и Аняги был вынужден, в общем, после победы над вот следующим соперником, Викинг Кэт ему там противостоял. У него какие-то личные дела были, и если мы посмотрим в Чаолонге сетку турнира, то мы увидим, что Аняги победил его, по-моему, 2-1, если я не ошибаюсь. Да, все верно. Да, он, ну, у меня только два боя есть, я вот не помню только какие там по счету они. Вот, и он был вынужден, ну, как, в общем, по личным делам должен был он свалить, и он этот бой не играл, и поэтому, как бы, вот, его в финале нет. Это я к тому, что почему не как всегда, скажем так, вот, именно по личным причинам ему не удалось сыграть. Ну, и что-то супер короткий бой какой-то. Ну, я, наверное, Анягу представлю, а то и Империю, да, Империя в коробку забилась. Кстати, обратите внимание, дебильная карта, серебряный штиль, шпиль ли там, штиль, шпиль, я только серебряного шпиля тут не вижу, вижу там бабу какую-то с чашей. А, сзади. Когда Леди Граэль, наверное. А, нет, вот он, сзади, сзади серебряный шпиль, шикарно, конечно. Ну, самую большую постройку и не заметили. Да, Игорь, но она сзади у меня получается. Итак, Мерзкие Проныры, два по флангам. Кроме этого, Черные Орки, раз, два, три. Кроме этого, у нас Шаманочных Гоблинов, Четкие Пацаны, один. И что тут я еще вижу? Гоблинские Волчьи Наездники, один. Мерзкие Проныры, еще один. Два у нас Вожака Гоблинов. Причем, обратите внимание, они вообще без всего полностью обрезаны. Они ни на чем вообще. Да, или... Нет, они на... Сейчас. Просто, да, просто на Волках. Да, они просто на Волках, да, сидят, не на Пауках. И Большой Вожак, Начин Гоблинов, сильная фиолетовая банка. Ну и засадный отряд. Даже два у нас. Это еще одни мерзкие Проныры. Ого, ничего себе, четыре. Зачем так много против Империи, интересно. И Гоблинские Волчьи Наездники. То есть два отряда. Что там Империя-то у нас притащила? Империя притащила коробку. Вообще коробка. По фронту коробки у нас идет спам мечников. В первой линии четыре тяжелых мечника, вторую линию четыре обычных мечника со щитами. Фланги этой коробки представлены двумя копейщиками и мечниками обычными с обоих флангов. Они с собой прикрывают два отряда пистолеров, которые у нас отличная контр для королевы Архнароков. Которую я не представил, кстати. Которую ты не представил, да. Отлично. Так, закончим с генералитета. Мы можем начинать. Конечно. Генералитет у нас Борис Хитрый. Кстати говоря, этот лорд был обновлен в последнем патче. Раньше у него кроме коня никого не было. А теперь аж грифоны ему дали. А, вон что, я не знал. У него классная штука. Да, янтарный маг на Монтикоре. Ой, не на Монтикоре, на Гиппогрифе. Ладно, займем так. И зашифрованный светлый маг с сетью Аминтока. Поехали. Начнем. Ну, а что, нормальная коробка, по идее. Три стороны, да. Попробуй пробейся через мечника, вот так, если разобраться. Фланги копейщики, чтобы прикрывать от кавалерии, я так понимаю. Ну да. Тут получается, что королева по-любому пройдет к мечникам, но пробить их не обязательно что сможет. Если что, подтянутся копейщики. Да, не факт. Пистольеры за это время ее просадят хотя бы на четверть хп. Тем более, одни из них серебряные пули. Да, что у нас королева сколько, 150 броня. Ну да, сам а то пистольеры вообще, прям идеальный вариант. Ну и все, пошел обстрел черных орков. Ну вот они, пистолеры перемещаются на левый фланг империи и будут выцеливать сейчас королеву. Ну да, это идеальная цель для них сейчас, конечно. По крайней мере, да. Не знаю. Сейчас стреляют по оркам, но это, по-моему, в автоматическом режиме. Да, просто на автомате они. Потому что да, они сейчас замедлены, значит они... Вот сейчас они переключились, наконец, на королеву. Да, да, все, понеслось. Орки пытаются прорвать правый фланг империи. Слушай, ну вот эти сейчас мерзкие проныры, они очень здорово могут завязать копейщиков и не позволить просто... О, все, пошла, 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 дура. Это реально дура, ты посмотри, нифига. Она просто, я вот поближе поставил, короче, ты посмотри, что она просто над ними проходит. Ее даже протаскивать не надо. Блин, идеальный отряд вообще. Она по инерции, да. Да, 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 она над ними проходит, то есть ничего с ней. И копейщики завязаны мерзкими пронырами, а справа флага копейщиков не перетянуть. Вызваны паучата, причем два даже отряда паучата. Ну вот они сейчас как раз будут контрить серебряные пули, да. Замечательно, это и происходит. Вот почему светлый маг не кастанул сетку еще до того, как королева ворвалась? Он бы мог на этот... Да, остановить вот здесь вот на... Просто остановить ее. Да, на левой части. О, ну тут торкам вообще хана. По ходу дела. Ой, вернее, империи, империи, да, да, да. Фланг прорван. Все, а коробки? Сейчас сетка пойдет, по идее. Коробки нету, все. Да, сетка пошла, вот видишь, как поздно. Да, очень поздно. Мы видели сетку в исполнении Айрона, да, в финале. Да. Шикарно зашла вообще. Четыре воргульфа тоже мне очень прям понравилось. Прям не ожидал. Дэнди Пуг еще он написал такой, типа, о, блин, а че нету лимита, типа, лол, блин. А вот тебе и лол, блин. А толпой ходить блопом не лол, короче, наваливаться. Ну, здесь, да. Дело, как ты говоришь, светлое. Да, дело светлое, да. Все. Кстати, мерзкие проныры отменно проработали на копейщиков. Вообще, я и удивлен, что они не сбежали. 75 человек потеряли всего 25. Да. Нормальный результат. Прям вообще отлично. Ну, за счет, видимо, своей бронебойности. Ну, а бронебойность там че они? Да ему надо было самое главное завязать ближним боем. Ну, как результат решительная победа, конечно. Кстати, у Олеги свой твич есть. Там, правда, просмотров еще меньше, чем у меня на канале, но... Если что. То есть он в прямой эфир, когда... Ты думаешь, а почему он на ESL пошел? Все. Ну, да. Скоро рекламирует. Наверное, да. Ну, как бы, дело светлое. Маг не сыграл, не костанул ни один, ни второй. Борис хитрый и не настолько уж и хитрый по итогу оказался. И выхватил он по полной. Ну, королева, может, и немного набила, но она такую панику там в тылах посеяла, что весь народ вообще просто взял и разбежал. Она прорвала просто в хлам. Да, да, да. В левый угол коробки страны империи. Так, сейчас пойдем на второй бой. Да, гномы у нас. О, блин. Капец, это что такое? Вот неинтересно, сейчас гномы как бы выиграли, да, этот бой или нет? По-моему, выиграли, да. Супер. Что-то против орков, блин. Не знаю. Долгобороды, конечно, все хорошо. Против черных орков они все равно уже уступают. Да, ну, шесть тех, шесть тех. Тыри сострельщика, господи. Интересный состав. Вообще, ну, причем все даже в рамках, ну, почти все, ну, не в рамках наших. Не, насчет долгобородов. Да, да, да. Больше, но все равно, на один всего на один. Да, 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 всего-то на один. Автожир, серная пушка, три, два автожира. Что у нас тут? Долгобороды с тяжелым. Раз, два, три, четыре, пять. И один уникальный, да, отряд. Мстители Драконии Спины и Воросливые Стражи Долгобородые, короче. И один Гномий Воин. По центру у нас Кователь Рун и Властитель Рун. Ну, понятно, с Властителем Рун дело светлое. Блин, орки набрали тут. Че орки-то набрали? О-хо-хо, посмотри тут. Это маленький хаос. Да. Ладно, в первую линию они выдвинули аж четыре отряда гоблинских волчьих наездников, гоблинских лучников на волках. Волках. Один из них, это легендарный бронебойный отряд. Ржавые стреляла, значит, и гоблины. Очень, конечно, они близко выдвинуты. Я бы их, конечно, в основной массе держал. Так, по флангу. Фланговый обход у нас готовится мерзкими пронырами в количестве двух отрядов. Они как раз сейчас в лес зайдут, их никто палить не будет. Да, их вообще незаметно будет. Так, основную ударную массу составляет аж шесть отрядов черных орков. Обалдеть. Держки шамана ночных гоблинов, и в кой-то веке у него есть дополнительные обилки и свитки. Да, свиток, ага, да, да. Так, а этот свиток у нас на установление способности, судя по всему, на зойливую чесотку. Да, наверное, будет расставать. Чтобы он 32 кователей рун с их обилками. Да, да, да. Так, ну и волшебные грибы, куда ж без них. Да, без них некуда, да. Ну и... В принципе, неплохо, да, когда необходимо. Если у тебя один раж, то не обязательно. Так, ладно, а большой вожак орков у нас со стандартным набором. И на виверне тоже логично, чтобы гномов немного разбавить. Поехали. Начнем. Ну, в итоге это логика. Все. Я так думаю, сейчас расстреляют вожака. А, нет, не расстреляют. В том-то и дело, что он как раз посильнее будет, этих этажеров. Во-первых, он сильнее, но их 5 вертолетов. А тут у него с земли-то 4 аж. Да, да, как и кран у него получается. Плюс, да, самая ржавая стреляла. Посудов 90 человек. Так что отменно стреляют. Попробуй вы это самое. Ну вот один автожир уже просажен наполовину. Причем нехило, вообще нормально. Да, почти половина. Ой-ой-ой. А. Ну да, без стрелков-то гномам тяжело на самом деле. Альфователь выдвинулся вперед и уже отгребает. Сейчас, сейчас, ага, куда парень побежал? А куда он вообще пошел? Что ему надо там было? Я так и не буду. Он как раз пытался сделать то, что сделал сейчас. Откинуть руну гнева на стрелков. Да, руну гнева, да. Все точно, точно. Отлично зашла. Просто отлично. Да, вообще прекрасно. Причем именно в тот отряд, который нужно. Да. Все, и он отходит. Да, он выхватывал, бедолага, большой вожак, и он отходит. Видишь, стали брать искатель врагов. Кстати, обращу внимание в том плане, чтобы раз масса уменьшилась, да, маунтов. То есть, стали брать искатель врагов, чтобы хоть как-то, ну, вытаскивать можно было все это дело. Вот, конечно, сейчас все стрелки заняты не совсем тем делом, которым... Я тоже хотел сказать. Вроде бы и перекрестный обстрел. Это вот к разговору Дэви все. Я расстреляю твоих гномов перекрестным обстрелом. Ну, что-то как-то вот они стреляют перекрестно. И толку совсем мало, скажем так. Не то, что нету, но его очень мало. Вот сейчас опять же посмотрим, как себя проявят Мстители. Потому что они должны будут заходить вторым темпом. Либо охранять своих генералов. Вот, серная пушка стреляет у нас и неплохо стреляет по этим голодранцам Горгруба. Ну, гномов окружают, это естественно, это понятно. Да, надо пользоваться массовыми навалами. Да, количество больше и, соответственно, как бы здесь дело светлое. Раздвигает на левом фланге в долгообородок тяжелом. Да, пошла руна отрицания на 22, которая... Так, что у нас? О, шаманочный гублинов-то какого там делает? Слушай, ну ты посмотри, орки-то убиваются. У него стоит один отряд с левого фланга, орка. Смотри, взято еще и это... Плюс 4 дисциплины, плюс 8 атака в ближнем бою еще взято. За обычного рунника. Вон оно что, то есть все в предметы вложено. Кстати, очень полезные штуки. Особенно против эльфов, там где идет минус по стрельбе. Ну, здесь у нас что, генерал, рунник здесь отрабатывают. И нехило отрабатывают. А где эти-то? Кто они? Мстители-то где у нас? Мстители пошли на свой левый фланг. Они законтрили атаку. Да, 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 я понял. Черных орков. И вот сейчас зарезают орков. Как-то не странно. Слушай, ну он их бомбит, походу, здесь бы. На пупетель. Да, у автожиров есть такая возможность. У них два снаряда. Ну, а гоблинские эти лучники, ну что-то они стреляют и стреляют. И неплохо стреляют. Ржавые стреляла, замечательно стреляют. Но правый фланг гномов-то, пожалуйста, они сейчас начнут окружать. Им бы надо б мстителей отстреливать было. Да, самая цель. И никакой, а эффект был бы замечательный. Да, 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 да. Маленько не та цель. Примутся, да, против орков. Вот я еще так ведь не решил вопроса орки, это крупные цели для гномов в частности или нет? Потому что в этом случае, да. Да и силы оружия с орковой. Не, ну там же видишь, как крупные цели размером с всадника или взбольше. Да, ну вот, а если поставить орка рядом с лошадью? С гномской лошадью, да, если рядом еще тем более поставить. Сравнение не в пользу лошади. Да, полюбас. Слушай, ну, мне кажется так, ну-ка, летающий отряд это все целы. Автажи, раз, два, три. Не все, некоторые уже попадали. Три из пяти целые, да? Угу. Вот сейчас вожак, он как раз занимается аннигиляцией всех этих отрядов. Угу, да, 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 выцепляет. Сейчас спасали шаманы. Ну вот сейчас переключился на Мстителей, посмотри, вот сейчас стреляет. Это сам близкий к лучникам отряд остался. Слушай, так они вот стреляют, и я вот смотрю, хп отслеживаю, а что-то... Нет, ай, ты нормально в спину, прям очень здорово. Прям замечательно. А, ну вот автожир с серной пушкой заходит и начинает здесь уже гоблинские эти мигают, боятся они просто-напросто. Блин, ну вот тут в центре вообще-то что происходит-то, блин, нифигаааа, ой-й-й-й-й-й-й-й-й-й. Властители руны, дымовые бомбы, тут всё подряд, и повреждения доспеха всё-таки ржавые стреляла-то по делу отрабатывают, и всё на свете, и ему хоть бы чё, слушай, а... М-м-м... Не, ну правильно, здесь покоцаные отряды уже, чёрных орков, да, здесь хоть и удар из-под тишка, но тем не менее... Всё-таки сейчас большому выжаку надо было бы ударить по обычному кователю. А он вот здесь вот, да, он бьёт здесь у нас шамана. Он бы его должен был добить с натиска. С одного. А так, получается, руна гнева и отрицания постоянно... Постоянно работает, да. Да, на чёрных орках. Да, нужно было, потому что здесь вокруг кователя рун долгобородов фиг да маленько было. По семь, два отряда по семь человек, это очень мало, и бояться здесь ему было бы нечего. А здесь ещё и френдли-файя у нас по итогу. Как бы всё подряд здесь, сам себя ещё бьёт, отстреливает. Опять же, френдли-файры-то уже не осталось. Все боеприпасы закончились, чёрные орки расставили. Ну вот тебе и расстрел гномов. Ну где ты их расстреляешь орками? Вообще, Айрон писал мне, значит, на этот момент, и я что-то как-то упустил его. Колёса сейчас заходят против гномов, да ещё как, причём без вариантов вообще. Два-три колеса, и всё, и они ломаются. Почему не взяли? Они, кстати говоря, и раньше заходили. Да, они и раньше, как бы, но сейчас вот с таким чардж-бонусом повышенным, да, как бы здесь... Ну давай, наверное, на вторую поставим. Ну да, две минуты, сейчас просто вожак будет потихоньку выцеплять оставшиеся войска. Да, пытаться убить. Но вряд ли у него это получится. Вертолётчиков, да, отряды хоть и не полные у гномов, и совсем мало осталось, и есть ещё хашки, но, как бы, это уже ничего не решает в том плане, что сейчас добивается у нас шаман, и минус ещё один отряд, да, который мог бы держать мораль. А моральных таких отрядов-то, которые у орков есть, это чёрные орки, их уже... их нету, короче. Они все уже забежали, да. Да. А эти волки-наездники, всё это так, конечно, это ни о чём. Ну, пожалуйста. Да, это всё-таки как-никак гоблины. Ну да. Хоть и на волках. Так, давай посмотрим на результаты. Автажир 102, 53, 57. Слушай, ну, 2,8 как-то совсем мало, да, пригрели всё-таки хашки эти. Но первый, который 2, судя по всему, был отстрелян в начале. Самый первый, который, да, попал, да. Скорее всего, он это и есть, да. Ну, не сказать, чтобы уж прям совсем отличились гномы-то, ну, вот ворчливые, да, мстители, да, ну, вот автажир, ну, в принципе... Ну, вот смотри, мстители вырезали один отряд мерзких проныр, то есть, вот эти показатели не такие большие для них. И часть чёрных орков. Потом они были расстреляны. Так что, в принципе, их показатели в основном за счёт гоблинов. Да, мерзкие проныры 0. То, что так себя чёрные орки проявили, хреново. Ну, в принципе, это объясняется наличием рун. Ну, во-первых, руны, да, во-вторых, их бомбили, их же ещё бомбили, то есть, их просаживали, да. Ну, не всех бомбили, вот 131, 89, в принципе, это результат такие приемлемые. Да и 56, в принципе, неплохо, против армии 600 человек, в принципе, это нормально. Но хашки всё-таки не то. Всё-таки 5-3-5. Да, надо было брать побольше пехоты, скорее всего. Да, всё-таки здесь нужна была пеха. Хоть они и стреляли по этим автожирам, и поэтому такие низкие цифры, но они стреляли в том числе и по, что у нас, и по Мстителям, да по всем они стреляли. Да, но лучше всё-таки было бы ограничиться одними голодранцами. Да, прям одного взять и всё, и оттягивать на себя внимание там пары отрядов. Да, с одной стороны, и контроля меньше требуется, и они бронебойные. То, что нужно. А все остальные, они стреляют обычными стрелами, да. Ну вот эти автожиры, которые специализируются на пехоте как раз с паровым оружием, вот они хорошо отработали. 102,50. Они свои цели нашли. Самые, да, да, да. Да и причём это была не только пеха, это же ещё и кава была. Так, ну, вампиры против эльфов. Давай посмотрим. Причём за вампиров я вижу новых героев. Ага. Красный дьюг и... Да, маг теней. И террасный герцог. Да, да, да. Ну, а эльфы, ожидаемо, два велика. Здесь без этого никуда. И полный набор героев. На все случаи жизни. Да, на все случаи жизни. Вообще просто на все случаи. Слушай, капец, да. Ну-ка, давай я представлю вампу сейчас. Так, ну, понятно, вампир тени. Причём... А чё взято-то? А ни одного заклинания. А-а-а, ну нельзя же брать. Вончик, как ближнебойника берут, что ещё здоровье восстанавливает. Вон оно чё, да. На драконе, да, у нас красный герцог. У него Нехик, что там, Вызов. Так, потом эта хрень, Эльф Зив. Отличная, кстати, штука с глаз на героев. Просто замечательно. Ну, Искатель врагов, Проводник чар, Оживление и вот эта вот штучка. А, Пляска смерти Иванхеля, да. Или Иванхеля, как там она правильно. Тоже, кстати, неплохая вещь. Ну да, ускорение и атака. Да, да, то есть на себя, если откидывать. Да, сам а то. Так, Рыцари Крови, один отряд. Ну, какой полуэлитный состав взят. Ужасы из склепа три. По пехе это стражи могил обычные, да. Да, и кормчий. То есть четыре меча таких. Десяти на зомби мы видим. И, ну, естественно, труповозка. Нечистый камень притяжения с дамагом, которая штуковина. Чё там эльфы? Ё-ка, целые мэнэ, блин. Ну, то что... Ой-ё-ё-ё-ё. Мы упражняемся. Слушайте, мне второй раз коробка достается. Да, замечательно. Так, ладно, первую линию... Какую тут нафиг линию, ладно? Да, не линию. Ближнюю к вампирам сторону составляют вечные стражи со щитами. Это логично, в принципе. Да, в принципе. Со щитами они продерживаются подольше, чем близких. Подольше, постоянно. Так, целые у нас прикрываются просто вечными стражами. И тут ещё должно быть... Так, один отряд танцоров войны с азраильскими копьями. Вот этот отряд от души заходит против всех. Вообще и против пехи, и против, да, всех. Я помню, мы с тобой играли, и я с тех пор стал его брать. И против меня играли с ними. Замечательно себя показывает. Так, и отряд древний. Тоже хорошо стоят, урона мало, но убить сложно. Так, у нас получается три древолюда. Один из них Дурфу, легендарный древолюд. Так, а из героев у нас кто? У нас Дух Ветвей. Да, начнём пока по порядку. Так, Дух Ветвей с улучшением для ближнего боя. Все войска в зоне действия. Чарапевец Жизнь. Так, интересно, что у него здесь. У него курорт зимы, да? И пробуждение леса. Ага, да, да. То есть у него всё-таки основной нахил идёт. Да, и на дамаг, и ещё, обрати внимание, у него вот эта вот обилочка там, когда он использует заклинание, он лечит. Да, тоже восстанавливает. Да, да, тоже нахил всё это идёт. Так, а следопыт у нас ожидаемо со стрелой курнуса. Да, со стрелой курнуса, ага. Да, да, да. Так, ну, можно начинать. Поехали, ага. Причём, если на эту коробку посмотреть вот так. Не надо на неё так смотреть. Да, да, нет, надо. Что она напоминает. Вот я про это и говорю, не надо на неё так смотреть. Вот так вот, пирожок. Слушай, ну, так и тянет сказать. Не надо. Что вам будет, блин, за эту коробку? Слушай, ну я результаты... Скажи спасибо, что там лестни с двух сторон стоят. Да, да, да. Слушай, ну да ладно, господи. Ладно, следопыт уже за это время обработал красного герцога стрелой. Ну да, неплохо. Немножко просадил, но всё же уже неплохо. Да. И причём вампир-то тени, она летает ещё. Да, это разумно. Ну а рыцари крови, я не знаю. Мне кажется, их азрайские копья просто-напросто... Они вообще не зайдут против стражей в таком количестве. Ну здесь одни копейщики, здесь нету мечей вообще. Да. Вот это неожиданно, на самом деле. Я думаю, хотя бы одного цветопыта будет. Да, да, да. Мне тоже кажется, что... И цветопыта, а... Егеря. Егеря деколесия, да. Да, да, да. Сейчас посмотрим, как все это пройдёт. Да мне кажется, тут егерями можно было бы разобраться вообще спокойно с вампами. Егерями можно, да, многих порубить. Да, штуки четыре, прям вместо этих древних, спокойно зашли бы. Ну, опять, другое дело, что цена древних подешевле и стоять будут хотя бы. Ну да, да. Ну, древние, да. А вот всё-таки древолюды-то два штуки по флангам здесь у нас, они, я думаю, вряд ли дешевле. А, ну они, понятно, они дешевле. Да, они просто как великаны 1600. Ну, видишь, да, мы как бы говорим уже о рашевом билде с тобой, как эти тоталваровцы, короче, скажем так, исторически. Привычка вторая натуры, сам понимаешь. Да, да, да. А люди-то берут... А люди берут эльфов, правильно? Да, люди берут эльфов, короче, чтобы выиграть, вот и всё. Ну и викинг это всё-таки противостоит здесь, это такой тоже продвинутый чувак, знает, что делает, знает, что берёт. Если бы вот сейчас, конечно, следопыт допустил сильную оплошность, он выстрелил генералу в спину. А почему оплошность? Он выстрелил своему генералу в спину. А-а-а, вон чё, точно, он же на пути у него был, да, Дуртху-то, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. О, он сейчас эту будет хрень откидывать. Вот это, как же она у него подлюка-то. Роковое стадо? Да, откинуто, понятно, что у нас там. А кто откидывает, то это роковое стадо-то у нас. Так. Чарапевец, что ли? Нету, это жизнь. Да, по идее, должен быть. Ну, Дуртху, Дуртху. А, да, Дуртху откидывает, он же маг. Так, слушай, погоди, а как так два мага, короче? Причём там же разрешено. Ну, видимо, считается, подожди, а у этого активно, интересно? Да, всё активно. Не, ну мы увидели, чарапевец жизнь. У него два заклинания, и у Дуртху все заклинания, не только обилки, но и заклинания. Нормально, Викинг Кэт устроился. Там же нельзя, однозначно, в правилах. То есть, Дуртху, это маг, ты хоть тресни, это... Зверей школа. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот, да, не заметил они. Ну, это уже поздно, но в любом случае. Ну, да. Ну, а между тем, вампиры зашли, чё, в раж, им деваться некуда. Ну, вот в данном случае, они не получают преимущества от своих самых сильных отрядов. От ужасов и от рыцарей крови. Ну, они бьются рогами в эти деревяшки. Да, в этом и проблема. Ну, эти деревяшки вообще проблема. Их меча, они мечами не убиваются. Я вообще не знаю, чём их убивать. Я не знаю, только обстрелом, скорее всего, пытаться делать. Ну, обстрел, да, но это мечей надо море, короче, чтобы они их окружили и долбили, и долбили. Именно в окружении. Тогда, да, нормально. Ну, вот сейчас пытается Аньяги, посмотри, с кормчими. Заходит здесь вот на правый фланг. И всё-таки бьётся красный герцог. Там вообще прям... Да, и очень хорошо получают. Да, уважаю. Воинов скелетов ещё здесь вызвал и пытается, пытается он, конечно, здесь затащить, но чё-то пока... И очень грамотно используют нетопырей. Он догоняет убегающие отряды. Так что это самое оптимальное для них применение было. Гнать надо, да, гнать надо. Сейчас, конечно, рыцари крови завязали. Их бы сейчас... Вот сейчас Аньяги как раз их втаскивает отлично. Так они под копейщиков стреляли здесь под вечную страду. Ну, вот они очень долго там стояли. Их сейчас по целам бы как раз хорошенько к генералитету. Ну, видишь, азраевские завязаны пока воинами скелета. Они их вырежут, конечно же, но они там попали. Ну, вот под хил, я так понимаю, отводят, да, этих ужасов из склепа. Да, 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 под тарантайку под эту отводят. Ну, а чё толку? А нам чё-то бьются, бьются они вот здесь на правом фланге. И Нехик откидывает, и всё на свете. И чё-то пока как-то безуспешно. Ну, да. Древние стоят, на удивление, стойко. Вообще кошмар. Они вообще не просаживаются. Бедные вампиры, короче. Ну, по сути, да. Ну, всё, велики вернулись. Ты знаешь, у меня вообще такое ощущение, что вот этот пятый патч... Ваха сделала круг. Не то, что круг. Ну, круг, да, это есть такое. А вот то, что вот этот патч, он вообще под эльфов был сделан. Чтобы они могли играть. Чтобы могли играть вот эти деревяшки, чтобы могли играть вот эти вот древолюды. Вот, что маунт там, значит, да, хитбокс увеличен и так далее. То есть, всё как-то под стрелковой вот эту составляющую. Под стрелу курнуса вот эту стрелу и так далее, и так далее. То есть, всё вроде бы... А с другой стороны, вроде бы копейщиком добавили, да? Ну, смотри, стрелок... О, это недостаточно. Да, этого недостаточно вообще. То есть, они не убивают... Великов они, в принципе, не убивают. Куда вот только у нас труповозка поехала здесь непонятно, если по ходу боя. А её сначала пригрел Дуртху. А, она отъехала полечиться. Да, он просто подальше отъехал. Ну, пытается. Я сейчас вспомнил об этом. Да, пытается всё-таки. Нехик опять откидывает, красный герцог всё-таки пытается. У него магическая ошибка произошла, так что он и урон себе нанёс одновременно. Да, но Нехик всё равно действует. Они сейчас все в куче, как раз очень эффективно. Да, 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 очень здорово. Всё вот это зелёненькое, всё это светится и так далее. Ну, не топыри, кстати, отрабатывают вообще прекрасно. Они ни одного ещё не потеряли. Они, видать, ничего... А, так они 36 набили, ничего себе. А они как раз добивают... Да, отступающие отряды. Ну, и потом у Энди стоят вечные стражи. Посмотри, сколько достаточно много отрядов здесь огрызков, которые очень здорово могли бы помочь. Ну, и всё-таки... Всё-таки нифига, вампиры затаскивают. Ты посмотри, чё. Сосредоточились они вот здесь, получается, как бы, ну, грубо говоря. Да центр это по-большому. И нефиг как раз действует на все войска, получается, оставшиеся. Да, роковое стадо откидывается, конечно же, здесь очень здорово, но... Оно ослабленное было. Да. И не прошло достаточно эффективно. Но помигали эльфы, помигали и всё равно стоят. Ты смотри, чё. Да тут одни деревяшки остались. Да, да, да. Рыцари Крои очень здорово зашли здесь в тыл. Ещё одна стрела курнулся. Ба-бах! Ничего себе бедный этот герцог. Вот я удивлён, что он ещё жив на самом деле. Да, да, да. Под таким-то обстрелом. А, ну так он под Нехиком опять. Так а ему досталось хилиться, там он у нас бегунок показывает, что он уже всё. Слушай, ну вот Нехик и Влад всё-таки живут до тех пор, пока, посмотри, у них не кончается хил. Хоть ты тресни. Да, вот он восстанавливается. Вот сейчас умрёт Дуртху и на этом закончится, по идее. По идее, да. Да, массовый навал. Всё, древнее. Всё подряд, да, всё умирает Дуртху. Все остальные сейчас тоже. Да. Ну, блин, очень напряжённо, конечно. С другой стороны, бой-то ещё и не кончился. Да ничего страшного, сейчас все побегут. Ну да, здесь уже поморали. Они просто обязаны побежать. Да, да, они обязаны. О, замечательно, Яги, молодец, блин. Имбовых эльфов, блин. Ну, всё-таки не тот состав. Мечей нету. И посмотри, как долго стояли Стражи Могилы. Да, они хоть и немного набили, но посмотри, отряды целые. Вот Стражи Могилы. Раз, два, три. Три отряда из четырёх, включая кормчих, они остались целыми. Их просто некому было убивать. Древень-14, ну да, древолюды, но убивают, как-то мы увидим, да, долго. 30-75, как-то это долго и... Ну да, 75 отработал чисто по пехоте, 30-ник пытался ещё переключаться на героев. Да, да, да. Но, тем не менее, всё равно это мало. По сравнению с обычными великами, конечно, это маловато. Проклятые нетопыри теперь попали в Книгу рекордов. Да, посмотри, 16-54, я так и целый. Ещё и целые отряды, да, обычно они сливаются, а здесь вот тебе. Ну, он, наверное, рассчитывал, что будут стрелки и контрить стрелков, надо так понимать. Да, это разумно было. Да, это очень разумно, но с другой стороны, стрелков нету, пожалуйста, сразу нашёл применение этим товарищам, чтобы, значит, их гонять. Так что это... Так, мой третий бой есть. Приходим к следующему бою. Да, по волшебству у нас не сохранился бой, который Аняги проиграл. Он всё пишет мне всё время, слушай, я, говорит, забыл сохранить. Да, сервер, наверное, прилетел в это время. Хотя парень, он взрослый, как бы, но тем не менее, то есть... Понятное дело, господи. Ох, у нас грибная пещера, кстати. И сверхзвери. Да, сверхзвери и какие-то гномы, короче, опять гномы. Просто на что рассчитывают звери в таком малочисленном составе. Гноми и воины 4, налётчики Ультара, егеря у нас здесь, долгобороды, уникальный отряд, потом мстители. Два отряда берёт. По сути, такой коробочный раж за этих, долгобороды с тяжёлым, 3. Кроме этого, у нас болтомёт, ух ты, блин, ничего себе. Властитель рун, кователь рун и уникальная это пушка. А, нет, она не уникальная. Нет, это просто вкачанная по самому, я не хочу. Ничё себе, а зачем? Дисциплина, ну, дисциплина, судя по сути, хотя нет, подожди, секундочку, надо посмотреть, отчего это у нас. Да-да, дисциплина, атака, защита. Вдохновлены соседним отрядом, так, другое. Ну и взятые руны у нас? Нет, дисциплина у них за счёт старшей руны. Значит, у них просто атака и защита. Чтобы их не сразу убили, чтобы могли вернуться. Не знаю. Так, ну чё, звери у нас? Так, а звери у нас идут очень малочисленным, но бронебойным составом. Разделены на две группировки. Правая группировка, два отряда разоргоров, стадо разоргоров. Минотавры со щитами. Кровавый бык, который поддерживает Кегора. Так, с воздуха их прикрывают гарпии. Левая группировка идентична правой. За исключением того, что у нас здесь генерал-повелитель зверей на колеснице. Вот она где. И ревущий шаман с призывом мантику. А нет, нет, нет. Просто с роковой стадо. Да, просто обычная. Ну, роковое стадо. Поехали. Роковое стадо вообще это, ну, самое, наверное, полезное заклинание против всё-таки гномов. Ну, тут трудно сказать. У них сопротивление магии, а в описании этого заклинание сказано, что высокая возможность сопротивления именно этому заклинанию. Так что не всегда проходит. Как сказать, с нерагом мы говорили, тоже играли тут гномы, звери, что, мол, хоть какая-то магия лучше, чем никакой. И видишь, здесь гномы играют компактно, да, по большей части. И, соответственно, как бы, вот это роковое стадо, особенно если улучшенное, да, оно заходит против большего количества отрядов, скажем так. Нет, я понимаю. Я к тому, что возможность несрабатывания этого заклинания достаточно высока. Да, да, что оно не зайдёт, ты имеешь в виду. Да, разумеется, конечно. Просто не сработает и всё. Да, да. Посмотрим, насколько оно эффективно будет. Просто обратим на него внимание. И всё на этом. Ну, главное, что сейчас и шаман, и генерал на колеснице, заодно посмотрим, как они будут отрабатывать. Угу. Ну, это колёса какие-то, знаешь, сомнительные. Всё-таки, я считаю, как в виде транспорта колёса, не совсем правильно это, по большому счёту. Она же ведь с одним зверем. Так-то колесницы с тремя, а здесь я вот вижу, он один, этот зверь. То есть, ничего тут не поменялось в этом плане. Да, ну и... Ну, вот тут активные действия уже начались. Разоргоры пошли в атаку на воршливых стражей. Да, но, блин, не кей-то. И тут же получили в лицо две руны. Да, 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 слушай. Ещё и от егерей. Нормально. Нормально, и от егерей, причём не хило. Нет, стадо разоргоров не то. Уже не то. Их слишком мало. Да даже не то, что не то. Их просто мало. По хп их просадили. Против кого им играть в таком количестве? Только против стрелков. Либо пот и лам, короче, когда завязано всё. Да, здесь отлично прикрыты все тылы. Да, здесь коробка. Арта работает по Кегору. А Кегор из-за своей близорукости, да и непонятно, в принципе, что ли там с глазами. Да, да, да. А вас не может просто. Ну, как-то я не знаю. Кегор здесь... Так, ещё одна руна пошла у нас на стадо разоргоров. Да. Если до них сейчас доберутся Мстители... То им хана, конечно. Нет, ну вот здесь-то они здорово заходят на гном их. Они их покоцали и ничего им нет. Они проседают только из-за руны. Из-за обстрела и из-за рун. Да, и Мстители всё... Чуть-чуть дотянулись. Ой-ой-ой-ой-ой. Всё, хана им. Этот отряд Помер. Сил просто уже таких нет, чтобы сбивать такое количество гномов. Конечно, конечно. Которые, опять же, отстреливаются всё это время. Слушай, тут, я думаю, можно ускоряться, поскольку шансов я вообще не вижу здесь просто-напросто. Мы на второй скорости посмотрим. Вот этот состав за зверей, ну, он вроде бы... Он, скажем так, для очень определённого состава гномов. Ну да. Именно, можно сказать, для полустандартного. Да, какого-нибудь приходного там такого. А так, ну, кидают кегоры. Вроде бы они и кидают, и кидают неплохо. Но гарпии, они абсолютно, наверное, бесполезны здесь в общем-то. Здесь точно. Их Мстители легко перекрывают. Они очень быстро и добегают до стрелков, и до артиллерии, поддерживая её. Ещё одна руна, да, откинута у нас на гордон. Да, руну-то можно же... Всё. Вечный кайтинг, короче. Ну, по сути. Главное, чтобы ты ещё периодически каких-нибудь воинов посылал. Да, да, поддержать, и всё, стрелков. Повелитель зверей уже всё. Сдулся. Самый умный нас кровавый бык. Он просто по периметру обходит все враги. Даже не приближаясь к ним. Ну, вот чем убивать их здесь? Чем эту пеху гномскую убивать? Её просто нечем здесь убивать. Кегоров два, блин. Ну, я понял бы, если бы их три, например, было, да. Но больше двух по этим правилам нельзя. Если бы три, например, стояло. Вот здесь, да, у нас стоит Кегор. Вот тут Кегор. И где-нибудь ещё по центру стоял бы. Тогда, вроде бы, получился бы такой относительно, как бы, перекрёстный обстрел, да. И то относительно перекрёстный. То есть, в принципе, их бы развести чуть больше, как бы, вот сейчас, у Кегоров бы, да. Тогда, да, один кидал бы, там, например, левый вот в эти вот отряды, там, правый кидал бы вот в эти отряды. Ну, и чтобы они кидали, да, именно во фланге отрядов, потому что... Да, да, или по тылам, во фланг, там, чё-нибудь боится. Да, шанс попадения был бы выше. Да, да. Попадания. А здесь, ну, попадания, да, не суть важна. А здесь у нас попадают звери пока. Ну, в принципе, да. Опять же, Кегоры, они, главное, их ошибка, они сначала пытались выцелить артиллерию. А попасть по ней они не могли. Только потом переключились на войска. Да, но они чуть-чуть попопадали, но в это время, за это время можно было сколько? уже прибития пехоты. Ну, а сейчас их просто перемалывают потихоньку. Слушай, может быть, и зашли бы эти два Кегора, будь, например, ну, не знаю, какие-нибудь Минотавры, там, да, не один со щитами, там, а может быть, пару. То есть без Разоргоров. Потому что мы разбегаются. Да, трудно сказать. Тенидара почему-то не взяли. Зачем всё это было, непонятно. Ну, вот 178 против 900. Ну, да. Тем более 900 это гномы. Уточнимся. Да, это важное уточнение. Это очень важное уточнение. Отработали, конечно, они... Да, ну, я хочу сказать, что, наверное, всё, больше турниры мы уже дальше, наверное, будем только Invaders освещать. Там сейчас, я думаю, начнётся заруба, потому что нехилые игроки зарегались. То есть, если все будут играть, а скорее всего, очень многие будут играть, то, как бы, на другие кубки у нас времени не останется. Поэтому это вот сейчас, ну, может быть, где-нибудь что-нибудь там, если уж совсем интересное будет, то что-нибудь и выложим. А вот сейчас, наверное, что-то... Ну, загадывать не будем. Да, загадывать не будем, но, как бы, сосредоточимся, я предполагаю, больше, конечно, на Invaders сейчас. Потому что там очень сильные игроки у нас присутствуют. И Ульда там, да, и Маму. Да, и есть у нас главный изобретатель, я про панду. Да, и панда, да, у нас, ага не панда, варьер. И вот, и не рак, да, вот новые русские мы узнали игрока и так далее. То есть, и наши все ведущие игроки там, и Айрон, и Дарк там, все, как бы, присутствуют. Ну, и массовка, конечно, есть, которая по фану пришла, это типа меня, значит, там вот там ещё ряд игроков, типа меня, которые опять-таки, вот, поэтому... Если что, меня там на этом турнире нет. А, тебя нету там? А, ты не зарегался? О, халявщик, ты смотришь. Конечно, халявщик. Ну, тогда будешь с ним не отрабатывать. Скажем так, пометую опыт предыдущего турнира, два на два я оставил за собой право выйти на замену. А, если что, да, слушай, очень. А то опять у кого-нибудь возникнут претензии, что я уже участвовал, а я так не знаю. Да, слушай, точно, действительно, да. А искать в последний момент людей достаточно тяжело. Да, очень тяжело, тем более в ВАХе, короче, и тем более тех, с которыми можно договориться. С нашими всегда можно договориться, но их найти очень сложно в ВАХе. Согласен, да. Поэтому вот так вот. Ну, что ж, спасибо Дарку, что был в гостях. Всем спасибо за внимание, всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok